Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Я вместе с Колей с канала Дангион Кривой Рог. Ссылку на его канал, кстати, оставлю в описании. Отправились в Чернобыльскую зону отчуждения. Это уже второе видео. Если вы не смотрели первое видео, то ссылка в описании. Можете посмотреть, какой путь мы сюда проделали. А мы сейчас находимся на данный момент в одной из самых отдаленных точек Чернобыльской зоны отчуждения. Что вы понимали, где-то в 5 километрах от нас примерно уже белорусская граница. Пришли мы в это село с какой целью? В этом селе есть церковь, которая построена в 1800 году. Полностью она построена из дерева. При ее постройке в нее не было забито ни одного гвоздя. То есть все соединения вот эти производились какими-то деревянными шкантами. И несмотря на то, что вот, смотрите, такое село. Атмосферненько все выглядит, конечно же, как для Чернобыля. Но это все разворовано. И несмотря на то, что, ребята, село разворовано, церковь, можно сказать, практически не тронута. То есть, ну, вандалы там, кто-то верит в Бога, кто-то не верит. Но все равно для них остается что-то святое. И как бы церковь они не тронули. И там такое ощущение, что вот реально батюшка там где-то на обеденный перерыв только что вышел. Вы знаете, ребята, такой объект сам по себе уже уникален в любой точке Украины, в любом городе. Дореволюционная старинная церковь. Их сохраняется очень мало. А то, что этот объект находится в зоне, добавляет здесь своего шарма и своей уникальности. Объект просто огонь. Кстати, справа от нас какой-то памятник. Я даже не знаю, что это за памятник, честно говоря. Но мы сейчас подойдем с вами вместе и посмотрим на него. Трещина на вот этой плите. И стоит такой вот солдат с винтовкой в руках. Кстати, винтовку ему видно кто-то сломал, а потом кто-то немножко ее отреставрировал. Некоторые дома хорошо сохранились, можно сказать. Не считая того, что их разворовали. А некоторые дома сохранились вот так вот. То есть, ну, вообще никак. Нет, наверное, потому что этот дом был очень старый и он полностью-полностью построен из дерева. Несмотря на то, что мы пришли сюда снять церковь, грех не зайти в какой-то дом. Ай, головой ударился чуть-чуть. Грех не зайти в какой-то дом и не посмотреть, как здесь раньше жили люди. Какие-то предметы обихода, деревянная карта стоит еще. Печка. Ну, куча вещей. Побили, поломали, порушили. Тем не менее, какие-то еще предметы обихода. Какие-то, да, пузырьки с медикаментами какими-то. А что же у нас здесь, да? Лезвия. Ой, Сережа, пошли. Здесь игрушки, какие-то книжки. Ой, е-е-е-е. Эти мальчики очень обысканные. Да, уже наше одиноко куклы такие брошенные. Хотя никогда уже больше дети не будут играть с этими игрушками. Что же, ой, Сережа, смотри, тетрадка Зоши для работ по алгебре. Какого же это интересного года. 5 марта 85-го года. Ребята, вообще-то за годы трагедии даже чуть больше. Какой-то ребенок, вот, Руденко Раиса. Учинцы 9-го класса Машевской или Малышской средней школы. Вот какая-то открытая, значит. Киевская область, Ченобольский район, село Красное, Руденко Раиса. Из Сочи прислали. Из Сочи, да, было это письмо. Ну, Раечка, поздравляю тебя с Международным женским днем. Желаю крепкого здоровья, успеха в учебе и труде. Всегда хорошее настроение. Извини, что не пишу, некогда. Каждый день по 6 уроков. А вечером езжу на курсы по подготовке в институт. Надо пробовать поступать. Просто слезы на глазах. Кстати, если эта Раиса училась на тот момент в 9-м классе, я думаю, вполне вероятно, что она еще живая. И кто-то из моих зрителей может ее знать. Потому что мне иногда пишут, что вот там моя бабушка жила в этом селе. Ну, бывает некоторые по приколу пишут, а некоторые на самом деле бывают серьезно пишут о таких вещах. Давайте воружу найти ее, а? Руденко Раиса. Руденко Раиса. Раиса, получается, в 85-м году она училась в 9-м классе Маловской или Машевской, Маловской. Почерк такой непонятный. Средней школы. Штанобольский район, село Красное. Так, что мы здесь еще можем, ребята, увидеть? Лежат какие-то карты. Давайте, кстати, здесь радиационный фон замеряем. Давайте. Очень интересно. Здесь, кстати, на левом берегу немножко повышенный радиационный фон, но не очень сильно. Кстати, ребята, вот у меня такой дозиметр из бытовых. Наверное, это один из самых крутых. Даже не один из самых, а реально самый крутой. Мне прислал его мой подписчик. Он каким-то образом к производству этих дозиметров относится. И не то, чтобы я расхваливаю, что мне его подарили, а он действительно, ну, очень крутой. У нас украинские проводники, они используют терры, потому что, ну, вот это российское производство, и у нас он очень дорогой. Так что я ссылку на этот дозиметр оставлю в описании, кому, может, интересно будет. Он реально самый чувствительный, и у него нет предела. То есть он не уйдет в зашкал, он будет бесконечно. Вот какой будет фон, такой и будет мерить. Кстати, здесь, смотрите, 35. То есть достаточно хороший фон. Можно здесь даже было бы спать. Ну, ладно, покидаем этот дом. Подходим уже к церкви. Я видел, что она вот совсем-совсем рядом, но предлагаю Коля зайти еще в одну какую-то хату. Да, давай зайдем. Потому что в эту хату зашли, я не хотел заходить, но реально очень интересно. Вот такие предметы бытов, вот эти вот старые письма, тетрадки, открытки. У нас какие-то прямо слезы на глаза, да, когда читали эту историю. Люди жили, трудились, как-то работали, учились. И такая трагедия, такое горе. Тысячи жизней потеряли. Да, какая страшная трагедия. Даже до сих пор мы последствия ощущаем. Кстати, здесь вполне можно было бы ночевать, если бы еще были, конечно, стекла. Потому что сейчас в такое время года без стекол немножко прохладно. Нет, в этом доме практически нечего смотреть, но есть такая вот печь. Такая вот немножко чумазая кукла. Буду выходить отсюда. Видимо, в этой семье был какой-то ребенок маленький, потому что там мы видели куклу. Вон я вижу какую-то детскую обувь, скакалка. Вон маленькие такие чоботы. У нас это в Украине называется. Резиновые сапоги. Ну что, будем выходить. Вот, кстати, пюре какое-то. Одесский опытный консервный завод имени Ленина. Подозреваю, да, это какое-то детское питание, наверное. Точно тут был в семье маленький ребенок. Ребята, практически каждый дом привлекает как-то внимание наше. Смотрите, росло вот такое дерево. Высохло, умерло. Потом, наверное, дул какой-то сильный ветер, либо гроза была, и просто вот так упал на крышу вот этого дома. Не знаю, или будем заходить еще в этот дом. Но давайте хотя бы в окошко с вами заглянем. Посмотрим, что там. В принципе, примерно то же самое, что и в других домах. Кровать, вещи разбросаны. Вот, кстати, столик от швейной машинки. Только саму швейную машинку сверху уже снял кто-то. Как я уже говорил, каждый дом привлекает как-то к себе внимание. Не можем дойти до той церкви. Вон уже видно церковь, но мы опять подходим к дому. Так что... Наверное, здесь находился, все же так понимаю, отделение связи. И был телефон здесь, стационарный для села. А также, наверное, сюда приносили, выдавали людям пенсию, какие-то выплаты давать. Сберкасса была. Вот у меня тоже ящик с почты. То есть, наверное, почта, которая в село приходила, наверное, вот сюда вот. Нет, это письма, которые отправляли сюда, нужно было бросать. А, да, сюда бросали. Ну что, здесь, кстати, может быть что-то интереснее что-то, серебрячь. Давай заглянем так внутрь. Да, это похоже на почтовое отделение. Я вот внутрь заглянул. Вот тут типичное такое, знаете, как в отделении почты где-то. Заходишь, тут такие стекла раньше стояли. И там сидели какие-то тетеньки, скорее всего, выдавали людям письма, пенсии, газеты какие-то. Вот, кстати, марочки старые еще остались. 83-й год, 81-й. Много записей, много людей. Вот уже Горбаченко Яков Иванович получил перевод в 15 рублей. Давай в тех помещения зайдем туда где-то поглубже, посмотрим, что там. Отделение. Здесь нахранились, как раз, эти финансовые суммы, да, когда приходили. Да. Документация. Вот такой сейф огромный, неподъемный, даже вандалам не под силу было его отсюда убрать. И не сгораемый, к тому же еще сейф. Кстати, смотри, Коля, осторожно, вот над головой провалился в потолок. В любой момент нужно брушиться, пойдем отсюда. Да, вот, кстати, есть подъемный чердак, возможно, это кто-то ходил там и... Да, давай, пойдем отсюда, потому что у нас, в принципе, основная цель это церковь, которая уже совсем-совсем близко. Совсем тихонько нужно разговаривать, потому что в церковь, иногда я знаю, привозят туристов, хоть и редко, но привозят. И может быть здесь сейчас какая-то туристическая группа, либо патруль. Поэтому очень тихонько, аккуратно подходим, осматриваемся и заходим внутрь. Вытоптано очень хорошо. Видно, что конкретно сюда привозят туристов. Вот такая дыра в заборе, я так понимаю, главный вход там, но мы через вот эту дыру в заборе зайдем. Что, ребята, на первый взгляд я вижу, это то, что здесь все целые стекла. Все вот эти дома, которые мы видели в селе, они разбиты. Там нету, в принципе, мы не видели дома, чтобы в нем были все целые стекла. Здесь, конечно же, видно вон там маленькие дырочки. Кто-то какие-то камушки, видимо, бросал. Но в целом сохранный этой церкви очень-очень хороший. Что же, давайте зайдем внутрь, посмотрим. Храм Архистратига Божия Михаила в селе Красное построен в 1800 году. Ого! 900, 200. Церкви получается уже 220 лет. 220, да. Очень много, очень много, конечно. 220 лет. Я говорил, ребята, ни одного гвоздя при постройке не было забито. Но вот это, я понимаю, уже где-то попозже. При Советском Союзе где-то, наверное, двери ставились. Мы ничего, конечно, ломать не будем, ни в коем случае. Это просто, понимаешь, здесь закрывают, для того, чтобы какие-то ой-ой-ой, звери не заходили сюда. Капец, ребята. Я атеист. Но все равно. Имей уважение. Чисто из-за уважения к верующим, да. Я, короче, перехрящусь. Смотрите, ребята. За ней ухаживали. Да. За ней ухаживали, сюда приезжают какие-то люди, видишь. Может, даже здесь и службы проводят все-таки. Может, кстати, вот записки какие-то люди пишут. Лежат бумажечки, то есть церковь не заброшена. Здесь какие-то миссии. Вот деньги лежат даже. Мы их трогаем. Скажите, здесь есть кто-нибудь? Нету. Что, положим пару рублей? Не бойтесь, пожалуйста, мы хорошие люди. Здесь есть кто-нибудь? Мы не вандалы, мы туристы. Не бойтесь, пожалуйста, выйдите к нам, если кто-то есть. Положим какие-то. Да, положим сейчас. Тут вот видно, что какие-то тоже ложат на пожертвования. Мы тоже сейчас оставим. В общем, ребята, мы делаем свой такой небольшой вклад в поддержание этой церкви, потому что вон я вижу, в углу стоят веники какие-то, здесь ручки. То есть кто-то следит за этой церкви. На камне пол. Да, пол моют. Я очень рад, что, знаете, там вандалы какие-то вот это все не разрушили. Это очень прикольно, что оно все так сохранилось. То есть полноценного присмотра, как вы понимаете, здесь нету, но кто-то приходит, убирает. Вот сюда, кстати, когда идет служба, насколько я знаю, то сюда нельзя заходить. Эта территория уже Алтая. Сейчас можно или нет? Ну, я не знаю. Будем заходить или нет? Нежелательно. Ну, ладно. Мы просто не знаем, ребята, можно, туда заходить нельзя, но на всякий случай не будем заходить. Обычно, когда в церкви, в которой я, насколько я помню, то здесь Алтар находится, и тут там вдруг только Батюшка, и сюда не заходят просто уже, ну, скажем так, прихожане. Поэтому мы тоже, из уважения к этому месту, не будем туда заходить, так и так все видно. Все иконы, вот там вот Алтар стоит стол. В общем, ребята, такое вот место, этому месту 220 лет. Конечно же, когда я говорил, что ни одного гвоздя не забито, я погорячился, но, возможно, это все уже потом доставлялось, но, как бы, я обладаю такой информацией, что изначально это все делалось без гвоздей. Очень красивое место, очень красиво сохранилось за 200 с хвостиком лет. 220. Вы, кстати, видите, в 15-м году люди писали за мир в Украине. Как раз, когда только началась еще война, да, вся эта ситуация была, 15-й год, сам это такой вот, вот уже шла война, за мир в Украине, семьи, любови. Нехай бы мир в Украине, это на всей земле. Давайте замерим фон, который здесь, в церкви. В принципе, вижу здесь зеленый фон, потому что, если красный, он сразу пробивает, это так, ему нужно какое-то время раздуплиться. Да, в принципе, видите, здесь хороший радиационный фон, здесь можно находиться. Вот, ребята, перед выходом увидели такую вот табличку. Коля, прочитай нам. Храм Орхистратрига Божия Михаила в селе Красное, построен в 1880 году. В Шнобыльском районе до недавнего времени насчитывалось 18 церквей. Ныне усилило только две, в городе Чернобыль и в селе Красное. Дорогие братья и сестры, православные христиане, проявите милосердие, не дайте исчезнуть от этого храма. После аварии храм подвергся на воссташение, остались лишь одни стены. Ведь церковь – это состояние нашей души. Все самое чистое человек связал с делом Божиим. И всякий, кто соединяет церковь Христова, не может получить Царство Небесное. Просим каждого, кто представит порог этого храма, помнить, что ты приступил в порог Дома Отца Небесного, даровавшего тебе жизнь. С научными пожеланиями. Ну, в общем, те, кто... Партия людей. Город Чернобыль, 2003 год. Я думаю, ребята, нам никто ничего плохого не скажет. Мы зашли сюда с уважением, несмотря на некоторые моменты. Мы с полным уважением отнеслись к этому месту. Даже, как Коля вам сказал, мы оставили пару денежек на поддержание этого храма. Ну, дали бы, конечно, больше, наверное, просто еще тут же добираться. Да, нам еще добираться нужно. У нас... Кстати, ребята, смотрите, здесь тоже дерево вот так обвалилось. Могло бы упасть в эту сторону и разрушило бы вот эту типа верандочку, такую церкви, но упало в ту сторону. Вот такое вот, ребята, вышло видео. Понравилось? Оно вам не понравилось, не знаю, но, как по мне, место очень интересное. Чтобы вы понимали, мы потратили два дня, чтобы сюда добраться. Сейчас мы еще потратим два дня, чтобы отсюда выбраться. То есть для того, чтобы просто попасть в это место на... Сколько мы тут? 10 минут были? Для того, чтобы здесь побыть 10 минут, мы потратили 4 дня. Это не просто 4 дня, а мы каждый день очень-очень много проходили. Поэтому, я надеюсь... 63 километра. 63 километра броса до этой точки и теперь обратно. Нам нужно пройти столько же. Я надеюсь, что это видео заслуживает вашего, ребята, лайка. Можете подписаться также на канал Коли. Напомню, ссылка на его канал тоже в описании. Коля, расскажи, почему люди должны на тебя подписаться? Это для меня очень важно. Ну, тоже вот... Я, знаете, я недавно пришел только на YouTube, много времени упустил, но я очень стараюсь. Каждый подписчик мне дорог, я отвечаю на все комментарии. Вот, ну, конечно, адекватные комментарии. Всех буду очень рад видеть на своем канале. Приходите в гости. Буду рад вас видеть. Короче, ребята, в описании. А с вами был Сергей Трейсер. Всем пока. Ну, чуть-чуть, но не сильно. Тут в конце будет глубоко. Вот так вот покидается зона отчуждение. Шерпо видели? Шернобыльский шерпо. Вау-ху! Субтитры сделал DimaTorzok